Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Потому что мы Божья семья. Ты знаешь, Бог наш отец, а мы его дети. И мы собираемся, чтобы прославить нашего отца. Мы собираемся, чтобы поклониться ему. И мы собираемся, чтобы принять слово от Бога в свою жизнь. Потому что, как сказал Иисус, да, не одним хлебом будет жив человек. Я думаю, сегодня ты уже покушал что-то, да? Ты не пришел голодный, потому что твой желудок, он кричал, он звал, говорит, накорми, накорми меня, напои. Но твой дух, он тоже голодный, знаешь. Твой дух, он должен быть голодным, он должен быть жаждущим по Богу. Аллелуйя! Потому что это тогда тебя, что, притягивает к Богу. И ты ищешь Бога. Аллелуйя! Когда люди теплые, да, мы говорили, когда нет недостаток страсти, когда недостаток любви, когда приходит равнодушие, апатия, это очень страшно. Потому что через это верующий начинает духовно засыхать. И он отделяется от божественной лозы. И он теряет силу Бога. Он теряет его помазание. Он теряет его помощь. Но когда Бог говорит, приблизься к нему, я приближусь к тебе, он показывает путь каждому из нас, что это твоя ответственность приблизиться к Богу. Аминь! Скажи аминь! Это твоя личная ответственность. Понимаешь, никто за это не отвечает, кроме тебя самого. И слава Богу! Скажи, слава Богу! Халлелуи! Потому что мы так любим сваливать вину всегда на кого-то. Кто-то всегда виноват, тот виноват, этот виноват. Но Бог говорит, я буду спрашивать всегда с тебя. Знаешь, Библия говорит, что каждый даст отчет Богу. За кого ты дашь отчет? За меня ты не дашь отчет. Ты дашь отчет за себя. Ты не дашь отчет за кого-то, кто был виноват, тоже он виноват. Но он даст сам отчет. А ты и дашь отчет сам за себя. Это справедливо, правда? Это справедливо или не справедливо? Слава Богу, слава Богу. Поэтому не ищи виноватых, не ищи виноватых. Бог всегда говорит, не суди никого, не ищи виноватых, да? Каждый даст отчет Богу. И сегодня я хочу говорить о такой теме, как плодотворная или плодоносная жизнь. Вот действительно цель, цель нашего, так сказать, спасения, это не только, что Бог нас спас, мы говорим, да, Бог спас нас от греха, от проклятий, Бог спас нас от болезни, это часто слышим, правда? Бог спас нас от ада, чтобы мы пошли на небо. Но сегодня я хочу поговорить о том, что цель Божьего спасения была. Это чтобы мы были плодоносными, плодотворными. Синонимы это слово, это успешный, продуктивный, да, как еще можно сказать? Все это слово плодоносный, плодотворный, успешный, продуктивный. Слава Богу, да, хорошие слова или нет? Эффективные еще можно сказать, да? Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому Господь, Господь создал человека таким. И Он хочет, чтобы мы на самом деле смотрели на жизнь с точки зрения Бога. Понимаете? Наша проблема часто из-за того, что мы всегда смотрим на эту жизнь с точки зрения человека. Но Бог говорит, ты не сообразуйся с этим миром, как этот мир смотрит. Но Бог говорит, ты преобразуешь свое мышление, чтобы научиться смотреть на этот мир Божьими глазами. Чтобы научиться думать так, как думает Бог. Аминь. Потому что когда мы смотрим вместе с Богом одинаково, мы с Ним вместе. Аллилуйя. Когда мы с Ним думаем одинаково, мы с Ним вместе. Но когда мы смотрим в разные стороны, мы думаем по-разному, мы говорим, Господь, Господь, как я могу быть с Тобой? Да никак. Так. Потому что у тебя другие мысли, у тебя другой взгляд, у тебя все другое. Но когда мы пришли к Богу, Бог говорит, старое прошло, теперь все новое, чтобы ты и я, мы научились думать мыслями Бога. Аллилуйя. Чтобы мы научились смотреть и видеть то, как Бог смотрит на людей, на обстоятельства, на ситуации, на трудности, на болезни, на то, на то. Ведь что, да, мы должны научиться по-другому смотреть. И как Бог смотрит на плодоносность, как Бог смотрит на эффективность, как Бог смотрит на успех, это тоже должно быть в нашей жизни так же, как и у Бога. Тогда мы будем вместе с Ним, мы будем в единстве. Аллилуйя. Или не Аллилуйя, друзья? Аллилуйя. И поэтому что нам предлагает Слово Божье? Слово Божье предлагает нам вникать в себя и в Писание, причем заниматься этим как? Постоянно. И что будет тогда? И все будет хорошо. Ты знаешь об этом? И вот смотри, я просто хочу найти пару слов, которые означают успех в Библии. Вы установлены, да? Бог говорит точно так же. Да не отходит эта книга закона от уст, их но поучастие в ни день и ночь. Похоже, как в Новом Завете сказано? Похоже. Понимаете, Бог, Он не меняется. Он говорит, мои принципы, они неизменны. Ветхий Завет, Новый Завет, говорит, мои принципы веры, они неизменны. И что Он говорит? Чтобы в точности исполнять. Понимаешь, Бог не просто написал для нас что-то, мы поставили это на полки, и мы не применяем это в своей жизни. Бог говорит, если мы не применяем Слово Божье в своей жизни, оно для нас и не будет работать. Ты можешь на это аминь сказать? Знаешь, любая вещь, которая у тебя есть дома, если ты ее не используешь, она тебе нужна или нет? Она тебе не нужна. Почему? Потому что ты ее не применяешь, ты ее не используешь. Поэтому точно так же Слово Божье, если ты его не используешь, ты его не применяешь, ты знаешь, что надо так, ты знаешь, что надо так, что надо так, но ты его не применяешь в своей жизни, ты не живешь по Слову Божьему, ты не стал живым Словом. в результате что это слово не работает своей жизни но бог говорит иисусу на вину получайся для чего чтобы в точности исполнять что в ней написано не по-своему ты знаешь на доме о я хочу по-своему вот это а я понимаю вот это я понимаю что так я понимаю нет бога делает так как я сказал тебе умы что в армии что ли сказать есть господь и буду я буду делать так как ты сказал да он бред делай в точности знаете в бароне так точно да в точности это так точно как сказал бог и что он говорит тогда ты будешь успешен тогда ты будешь успешно наши многих людей иллюзия как я могу быть успешным а почему я не успешно почему не нет плодов почему не нет того почему нет этого здесь конкретный ответ ты исполняешь слово божье почему бы что ты веришь слово божье и когда ты живешь по словам божьему бог это слово начинает работать аллилуйя когда она работает это приносит тебе успех это приносит тебе благословение и ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно благоразумно знаете так часто иногда к сожалению приходится не было зару не благоразумных верующих они ел много неблагоразумных вещей и они попадают в проблемы за своих неблагоразумных так сказать решений поступков но почему к начинаешь говорить они не жили по слову божьему в этом простой ответ они по своему делали бога там не бери например долги да сейчас мы молись люди берут долги берут и так влазит что вылезти не могут почему они не хотят в точности исполнять но они хотят быть успешными это противоречие бог себе не противоречит друзья у него все в гармонии он бог порядка аллилуйя густой чтобы у тебя был порядок жизни в точности исполняемое слово что ты хочешь делать посмотри что бог бурт по этой ситуации если ты будешь поступать по-другому у тебя не будет успеха у тебя не будет плодов почему потому что бог гарантирует только отвечает за свое слово он отвечает за свое слово как эти печальность за свое слово ну не всегда я когда-то отвечаю когда-то не отвечаю на те люди когда им выгодно они да говорят когда нему не выиграть нет но бог не такой слава богу бог отвечает за свое слово и поэтому он говорит ты будешь успешен но у меня есть условия знать в библии есть такое прекрасное слово если если ты будешь слушать слова слова глаза господа бога твоего исполнять это да 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 то придут на тебя что благословение а если ты не будешь слушать то придут на тебя проклятие ты понимаешь бог ничего не прячет ничего не утаивает а значит как мои мошенники есть о вы только вложите деньги сюда вот и у вас будет много денег сразу много-много вот вы только вложить а чтобы на нет неважного главное сейчас вложите знаете бог он он не так он говорит если ты будешь поступать так у тебя будет вот такой результат у тебя бы такая жизнь если ты будешь поступать не так как я сказал я тебя ничего не скрываю пожалуйста почитаем второзаконие там с какого-то 15 из какого стиха там конкретно написано что те что с тобой произойдет и и не удивляйся что ты играй а я верующий же в бога ну и что многие верующие в бог они не исполняют слово божье они не живут по слову божьему да они верующие они приходят церковь но они делают по-своему а как тогда за ожидать успеха то вот я столько ходил да я вот столько молился да я бог для меня главное исполняешь ли ты мое слово или нет знаешь вот он говорит не обманывайте сами себя бог поругаем не бывают но не бывает бога где-то 10 стиль что-то в свою жизнь это и растет в твоей жизни но если ты не сеешь туда веру и не сеешь твой слова и не исполняешь слова но откуда у тебя будет тогда благословение от бога ты можешь сам себя благословите ты можешь сам себя наказать но бог стоит за тем чтобы тебя благословлять и для этого он щедро поделился с нами своим словом своими обетованиями для чего для того чтобы мы не просто их слышали чтобы мы их исполняли скажи исполняли и вот когда ты исполняешь он где ты поступаешь благоразумно благоразумно хорошее слово правда хорошее слово или нет дальше павел пишет тимофей грида об этом заботе в том пребывай чтобы успех твой для всех был очевиден ты знаешь мы иногда думаю что а зачем нам нужен успех да зачем я хочу жить тихо незаметно меня никто не знает я никого не хочу знать бога нет 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 ты сейчас вообще другой человек как я на тебя гасмотрю ты есть мой ребенок мой сын моя дочь да ты есть свет бога ты свет миру и горит свет его не прячу может и был таким сильным интровертом ты где-то прятался там где-то всегда то не хотел во свет выходить не быть во свете но сейчас бог говорит я по-другому смотрю на тебя аллилуйя ты должен отражать мой свет ты должен отражать мой свет знаете что луна отражает солнце правда луна сама по себе не имеет света какая луна как она светится нет сама по себе луна не светится друзья но сама по себе луна прекрасно отражает божий свет и когда бог говорит что вы свет миру это не говорится чтобы мы фонарики этот это говорит о том что бог через нас мы смотрим на бога а бог отражается от нас и этот свет идет аллилуйя скажи аминь сегодня что ли и что говорит павел он говорит ты заботься чтобы ты был успешным чтобы ты был плодоносным понимаешь когда человек да мне это не надо мне сегодня надо мне денег не надо тоже так это почему тебе не надо ты будешь давать тогда мне это нет ты будешь служить этими способнее это это эгоистичное мышление но она говорит мне ничего не надо мне но богом не надо мне надо чтобы ты был успешным чтобы ты был плодоносным и чтобы ты не был вредным чтобы ты был послушным аминь чтобы ты был смиренным кому это надо в медленно а богу это надо ты понимаешь вот мы говорим что с точки зрения бога что ему надо что ему нужно или надо одинаково можно это слово произносить и он говорит чтобы успех твой для всех был очевиден для всех был очевиден понимаешь бог хочет чтобы ты был плодоносным чтобы ты был продуктивным эффективным успешным и что он еще говорит как это происходит и он объясняет вникая в себя и в учении занимаясь этим постоянно видишь бог всегда связывает себя и свое слово он никогда не отделяет себя это я сказал ну знаешь я имел ввиду что-то другой я имел виде что-то не это я оговорился я вот так вот думал по-другому сказал мне бог то что думая то он имеет виду и знаете когда мы имеем умственную речь вот почему слава богу что писание это записанное слово божье потому что когда человек говорит оон ogni типа вы меня не так поняли я не так сказал я говорился я забыл я перепутал слово но знаешь когда написано когда написано ты снова и снова можешь прочитать что там написано аминь и и уже ты думаешь что там написано поэтому так важно вникать куда в учение и в себя конечно потому что мы иногда вникаем учения но в себя не хотим себя не хотим но он говорит что есть 22 два момента. Ты и в себя, и в учение вникаешь. Потому что для чего ты вникаешь в себя, и для чего ты вникаешь в учение? Для того, чтобы ты поступал правильно. Аллилуйя! И он говорит, занимайся этим постоянно. Постоянно. Знаешь, я много раз замечаю, почему у людей проблемы. Они не занимаются этим постоянно. Они много чем постоянно. Они занимаются постоянно не тем, чем нужно, я сказал, многие. Кто-то постоянно ленится за кто-то постоянно бунтует да кто-то постоянно упрямиться все по-своему дел и вот в этом они постоянно но бога я же не про это говорю постоянно занимайся этим нет занимайся постоянно тем что мне нравится вот о чем говорит бог занимайся постоянно тем что мне угождает аллилуйя и ты себя спасешь этим а то мне это не надо то мне не надо всем не тебе это надо он бога тебе это надо кому это еще надо бог он замечательно себя чувствует аллилуйя ты себя решая себя плохо чувствую а у меня там не это у меня проблемы до бога когда ты будешь заниматься правильным у тебя будет все хорошо ты будешь успешен и себя спасешь и слушающих кого тебя ты знаешь мы же все равно не молчим и всегда что-то говорим мы где-то что-то говорим и чем-то что-то делимся но когда мы наполнены словом божьим мы не будем делиться знаете тем что человека угнетает нагружаю да то что его осуждает то что когда ты наполнен словом божьим тогда бог говорит о у тебя есть мой словарный запас это как вот любой язык если ты любишь какой-то язык и ты вы на этом языке знаешь там три слова здравствуйте спасибо и до свидания это весь твой словарный запас о чем с тобой поговорить здравствуйте спасибо до свидания здравствуйте спасибо да все все больше да не знаю чего сказать и бога за как мне с тобой общаться а три слова всего больше что ничего не знаешь но когда ты вникаешь в писание писание вникает в тебя слово божие приходит в тебя и ты наполняешься словом божьим и твой словарный запас он обогащается когда бог с тобой имеет дело к так мне есть о чем с тобой поговорить мне бог ничего не и говорит, так ты ничего не знаешь. Ты знаешь три слова и больше ничего не знаешь. Но когда у тебя много слов, у тебя другая беседа, у тебя другой уровень общения, другой уровень разговора. И по 일�у говорит, когда ты вникаешь в Писание, ты обогащаешься, ты получаешь силу, ты получаешь мудрость, ты получаешь то, что есть у самого Бога, и Бог с этим щедро делится. Аллилуйя! И Он говорит, ты себя этим спасаешь. От чего ты спасаешь? От болезней, от ересей, от проблем. ты себя этим спасаешь и когда ты говоришь слова веры то и слушающие тебя что какое влияние идет на слушающий спасение вера до ты говоришь говорит как слова божьи но если человек когда наполнены негативом у него один негатив от денига он в кого-то спасает этим негативом не только на кого-то осуждает да он обычно кем-то чем-то недоволен и вот это вот что из него исходит чем он наполнен поэтому бог нам говорит ты себя спасаешь когда ты веришь не аллилуйя смотрите идем дальше и да когда бог сотворил человека изначально он сказал сразу о плодоносности и благословил их бог и сказала им плодитесь и размножайтесь наполняйте землю обладайте и владычествуйте какое было первое слово которое бог сказал плодитесь то есть будьте плодоносными будьте продуктивными будьте успешными вот первое слово которое бог сказал человеку вы понимаете почему потому что это предназначение для человека быть плодоносным быть эффективным быть успешным слава богу знаешь бог не сказал вот и будешь бедным ты будешь больным у тебя не будет с головой все нормально и так далее так далее нет он сказал ты будешь плодоносным ты будешь ты будешь размножаться ты будешь влиять, аллилуйя, наполнять землю, обладать этой землей. Для чего? Для того, чтобы Царство Божие утверждалось. Аминь или нет? И поэтому Бог, Он благословил, потому что Он ожидает, что мы будем благословением, что мы будем плодоносными, что мы будем продуктивными. Поэтому какой вопрос Бог задаст нам? А ты плодоносный? А что ты сделал? А где твои плоды? Знаете, Писание всегда говорит, по плодам их узнать. Где плоды? Мы поговорим сегодня о плодах, да. И вот смотрите, в Иоанна, это была, по-моему, уже почти последняя встреча, когда Иисус собрал учеников, это известная Иоанна 15 глава, мы к ней еще вернемся. Но я сейчас хочу прочитать вот эту мысль, это 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». То есть, что прославляет Бога, друзья? Мы говорим, ну, когда мы поем песню, мы Его прославляем. Да, мы Его прославляем. Но Он не говорит, тем прославится Бог, когда вы поете Мне песни. А что Он сказал? Чем прославится Бог? Когда мы принесем много плода, друзья. Много. Не просто, если вы принесете, ну, хотя бы, хотя бы что-нибудь принесите. Хотя бы себя принесите на служение. Хотя бы себя посадите. Нет, знаете, Бог, Он Бог изобилия. И Он от нас ожидает, что мы будем тоже способны вместе с Богом иметь это изобилие. И поэтому Он говорит, Он подчеркивает много плода. Много плода. Говоришь, а мне много не надо. А Богу надо, ты понимаешь? Тебе, может, и не надо, а Ему надо. Он говорит, этим прославляется Отец. Бог прославляется, когда ты и я, мы приносим много плода. Скажи, много плода. Знаешь, у нас такие граничные иногда мозги, что мы говорим, ну мне много не надо. Я так часто это слышу. Пастор, а мне много не надо, а мне много не надо. А Бог говорит, а мне много надо. Так с кем ты соглашаешься? С кем ты соглашаешься, с Богом или со своим ограниченным мышлением? С Богом, слава Богу. Итак, Он говорит, вы принесете Мне много плода, и это много Меня прославляет. И что Он еще говорит? И вы будете Моими учениками. Понимаешь, вот ученики – это те люди, которые прославляют Бога. Ученики – это те люди, которые приносят много плода. Ведь когда Он сказал, будете Моими учениками? Когда вы закончите библейскую школу? Нет, Он не так сказал. Когда вы принесете много плода, вы будете Моими учениками. Это доказательство того, что мы учимся у Иисуса. А Иисус учился у Его Отца. Говорит, я делаю то, что делает Отец. Не то, что у тебя портфель есть, не то, что у тебя тетрадки есть, ты ученик. Он говорит, нет. Доказательство твоего ученичества – это плоды в твоей жизни. Скажи, аллилуйя на это. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому ты видишь, что Бог думает о изобилии, о том, что было много плода. Ты видишь это или не видишь? Сейчас мы пойдем в Иоанна 15 главу, мы не можем ее пробежать, потому что это очень важно посмотреть сейчас. Итак, открывайте, смотрите. Известная глава, известные все здесь слова, которые Иисус говорит, но мы посмотрим на них еще раз. Итак, он начинает с того, что говорит, я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Представляем себе эту картину, правда? Виноградарь – это кто? Это тот, кто имеет виноградник. И который возделывает виноград, насаждает виноград. Зачем ему это надо? Зачем виноградарь и виноградник? Он, виноградарь, это его частная собственность. Аллилуйя. Поэтому коммунисты были против Бога, против частной собственности. А Бог говорит, это моя частная собственность. Это мой виноградник, извините. Я его буду охранять, я буду его возделывать, потому что это мое, я за него отвечаю. И я хочу, чтобы там все было замечательно. Скажи на это аминь. И дальше он продолжает. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Для чего он это делает? Для чего он это делает? Это его виноградник, ты знаешь. И он это делает для того, чтобы было больше плода, правда? Сейчас вот время весны, там вчера моя жена ходила, ветки обрезала. Она любит так ветки обрезать, всегда много мусора надо убирать. Я говорю, тебе понравится все время чикать ходить. Она чикает, чикает, там все, уже все общикала. Думаю, что бы еще подчикать. Не, ну это не просто ради того, это все делается со смыслом. Она же тоже, как садоводник, она понимает, для чего она это делает. И Бог говорит, я отсекаю, что я отсекаю? Отрезаю то, что не приносит плода. Сухие ветки, зачем они нужны? Бесплодные ветки, зачем они нужны? И он говорит, и всякую приносящую плод очищает. В нашем переводе очищает, в другом переводе подрезает. И мне кажется, это более понятно, да, если сравнивать с садами, то мы что делаем? Мы подрезаем действительно. Вот он делает подрезание или обрезание для того, написано, для чего дальше написано? Чтобы боли принесла плода. О чем думает виноградарь? Чтобы было много плода. Ты понимаешь? Вот о чем он думает. О плодоносности. Аллилуйя. О чем ты думаешь? Не знаю. Но мы говорим о Боге, о чем думает Бог, и чего хочет Бог, и что Он хочет делать. Правда? Чтобы боли принесла плода. Да, вы уже очищены через слово, которое проповедало вам. Прибудьте во мне, я вас. И вот здесь остановимся. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Вроде проще простого. Вот проще не скажешь, да? Ну, действительно, если ветку, ну, к примеру, ветку, положить рядом с лозой, со стволом, да, будет ли она расти? Ты говоришь, ну, она же рядом. Ты знаешь, ты можешь быть рядом, ты можешь быть даже в церкви, и ты можешь быть неплодоносным, к сожалению. Тебе нужно быть на лозе. Тебе нужно быть соединенным с лозою. Аллилуйя. Потому что у самой ветки нету этой способности приносить плоды. У нее нету сока. У нее нет этой силы. Откуда ветка черпает эту силу? Она черпает от лозы. И это написано, Иисус сказал, что я есть лоза, а вы виноградные? Что? Ветви. Ты понимаешь, когда мы говорим об отношениях с Богом, о пребывании в Библии, людям как-то все кажется такое, какой-то такой вот. Но Иисус рассказывает очень практическую притчу. Очень. В то время, это, наверное, был самый понятный язык, потому что были виноградники, все это было понятно. Наверное, каждый из них этим занимался. И каждому было понятно, будешь ли ты успешным, будешь ли ты плодоносным в этой жизни. От чего зависит? А зависит от того, пребываешь ли ты в Нем, соединен ли ты с Ним. Аллелуйя! И если ты просто рядом, но ты не с Ним, Он говорит, извини, ничего не получится. Да, ты можешь много веток наложить. Наложил веток, да, возле дерева, и что? Ну вот они рядом же, Господи, они рядом. Ну и что, что они рядом? Они же не на дерево, не на лозе. И потом, когда ты приходишь сюда, почему я говорю, да, важно сосредоточиться, сконцентрироваться, что делает Господь, да, быть с Ним в одном духе, соединяющийся с Господом, да, в духе становится одно целое. Но многие люди не могут соединиться, у них мысли улетают, у них все улетает, они только здесь тело находятся. Но тогда ты ветка, которая рядом с лозой, ты понимаешь? Ты посидел, но ты ничего не получил. Ты как пришел пустым, так и ушел пустой. Поэтому, он говорит, да, соединяйся, приближайся, будь на лозе, будь в этом контакте с Богом, аллилуйя. И он говорит, когда, когда ты со мной, моя сила течет в тебе. Аллилуйя. И он еще раз говорит, я есть лоза, а вы ветви, да, для особо таких, ну, понимающих, он повторяет и повторяет и повторяет, я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода. Ты знаешь, он даже здесь не ставит условия, он даже не говорит, что кто пребывает во мне, может быть, принесет хотя бы что-то. Он утверждает, что если ты пребываешь в Боге, пребываешь в Писании, исполняешь, он говорит, тот приносит много плода. Аллилуйя. Поэтому вот бесплодная жизнь, она же какая, она же жалкая жизнь, бесплодная, ни того, ни сего, ничего нету, да, вот, а что остается? Одна жалость, что ли такое бедное, что ли такое несчастное, что ли, у меня ничего не получается и так далее. Как говорил Паниковский, девушки меня не любят и все такое. Но он говорит, что кто пребывает, тот приносит много плода. Кто не пребывает, тот что? Не приносит. Это очень легко. Поэтому, когда ты просыпаешься утром, где твои мозги? Где твое сердце? Где ты? Куда они направляются? Кому они направляются? К лозе, к Иисусу или к своим проблемам, да, или еще к чему-то, я не знаю. Поэтому он говорит, вот, вот почему многие никак не растут, никак не развиваются, никак не меняются и так далее, и так далее. Потому что ты можешь быть рядом, но не на лозе. Ты можешь быть рядом, но не во Христе. И он говорит, что когда ты пребываешь, то тот приносит много плода. Это что? Это утверждение. Правда? Это утверждение. Вот здесь нет никаких «если». Он говорит, кто пребывает, тот приносит. Ибо без меня не можете делать ничего. Вы знаете об этом? Много слышали. Но это не означает, что без него ты в туалет не сможешь сходить, зубы почистить. Это говорится о чем? О том, что Бог говорит, то, что ты делаешь верою. Понимаешь? То, что ты делаешь верою, без него, верой, ты не сможешь двигаться. Потому что Бог – это Бог множества, друзья. Не забывайте. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Ты не на мир уповай, не то, как мыслит этот мир. Они постоянно в страхе, они постоянно в проблемах. Это внешнее. Но мы-то где? Укорененные и утвержденные во Христе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова